Добрый день, очень рад. Обстановка на корейском полуострове сейчас весьма напряженная. Ваше правительство заявляет, что опасная черта, после которой нет дороги назад, уже пройдена. Ситуация действительно настолько сложная? Да, она действительно очень сложная. Возможно, самая сложная с 2010 года, когда произошел конфликт на острове Йонбхендо. И это спровоцировано главным образом последними санкциями Совета Безопасности ООН. Санкции, введенные после запуска спутника и затем после проведения подземных ядерных испытаний, являются продуктом двойных стандартов. Такие страны, как США, Россия, Франция и другие, располагают подобным арсеналом для защиты своих интересов. Но пытаются отобрать такую возможность у суверенного государства, коим является Северная Корея. И, естественно, мы не собираемся с этим мириться. Если добавить к этому военные маневры, которые совершают сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе атомные авианосцы США, напряжение еще больше возрастает. Это привело к тому, что шестисторонние переговоры по ядерному разоружению корейского полуострова были приостановлены. А в ответ на последние санкции было аннулировано перемирие от 27 июля 1953 года. Из чего следует, что ситуация действительно очень напряженная. Потому что в любой момент, если американцы попробуют проникнуть хотя бы на сантиметр на территорию Северной Кореи или сделают хотя бы один выстрел в нашу сторону, начнется война. Давайте по порядку. Начнем с санкций. Сьюзен Райс называет их самыми важными и самыми жесткими из тех, которые когда-либо налагала ООН. И говорит, что они направлены на то, чтобы усилить изоляцию Северной Кореи и заставить ее заплатить высокую цену за свой вызов. Как они повлияют на республику? На самом деле они мало повлияют на страну, потому что санкции были наложены на Северную Корею с самого момента ее создания, с 1948 года. Мы также должны помнить, что война в Корее началась в 1950 году, как раз из-за избыточного давления Соединенных Штатов на Совет Безопасности, которые воспользовались тогда временным отсутствием Советского Союза. То есть Корейская война уже более 60 лет назад была спровоцирована именно таким образом. США всегда пытаются использовать международную арену, чтобы оправдать свою агрессию против других суверенных государств. И сейчас они пытаются сделать то же самое. Однако геополитическая ситуация сейчас совсем другая, не так ли? Существует глобализация и капиталистический строй в большинстве стран мира. А страны, входящие в состав Совета Безопасности, уже не являются коммунистическими и не имеют свои экономические интересы. Поэтому они подыгрывают США, что мы и наблюдаем в случае с Китаем. Как бы то ни было, Северная Корея ни от кого не ждет помощи. Она всегда была независимой страной, которая шла своим собственным путем, и у нее есть свои собственные средства защиты. В любом случае, эти санкции не нанесут реального ущерба экономике страны, потому что эта экономика в основном самодостаточная. Экономика, при которой мы научились вести международные переговоры, обходя такого рода препятствия. Главная проблема заключается в военной агрессии, особенно в двойных стандартах, которые направлены не на то, чтобы изменить способ мышления в Северной Корее, а на то, чтобы оккупировать страну политически и культурно. Они пытаются задушить нашу экономику, чтобы вызвать изменения политического режима. Но это им не удастся. Ранее вы сказали, что единственного выстрела хватит, чтобы развязать войну. Я бы хотела прочесть вам некоторые выдержки из северокорейских СМИ, которые цитирует Пхеньян. Эта война может начаться уже сегодня. Война не на жизнь, а на смерть. Что может стать причиной такой войны? Еще раз повторяю, причиной может стать нападение США на северокорейскую территорию. Проблема заключается не только в американцах. Часто американцы используют южнокорейцев в качестве первой линии фронта, потому что, естественно, они хотят, чтобы в первую очередь погибали солдаты колонизированной армии, то есть Южной Кореи. И повторю, именно это произошло в 2010 году. Нашумевший остров Йонпхёндо. Бомбардировка этого южнокорейского острова была спровоцирована такими же учениями. Северокорейская армия трижды предупредила, что если они продолжат запускать снаряды в нашу сторону, последует ответ. Они проигнорировали эти предупреждения. И после третьего, после того, как третий снаряд упал на территорию Северной Кореи, последовал незамедлительный ответ, который повлек за собой исчезновение южнокорейской артиллерийской базы. Событие, известное как инцидент на острове Йонпхёндо. Это может повториться в любой момент. И нужно понимать, что демонстрация силы – это одно. И совершенно другое – это нападение на суверенную территорию Северной Кореи. Если произойдет вторжение, пусть даже на крошечную полоску северокорейской территории, последует такой же ответ. И вполне возможно, это будут тактические ядерные ракеты, которые уничтожат все американские базы в Тихом океане. Не только в Южной Корее, но и в Японии, и на острове Гуам. У нас уже все готово на этот случай. Еще одна очень важная тема для нас, тех, кто живет в цифровую эпоху – это тема интернета. Почему в КНДР нет свободного доступа в интернет? Ну, существует доступ к интернет. Существует интернет, куда выкладываются культурные, научные и исторические материалы, чтобы у всех был свободный доступ к ним, из университетов и так далее. Почему не разрешается доступ в интернет? Потому что в интернете есть хорошие вещи, но также есть и плохие, такие как порнография или темы, связанные с насилием, расизмом. И мы не хотим, чтобы они влияли на наше общество. Как и в любой другой стране, СМИ выступают как воспитатели масс. Интернет – это очень важное средство. И мы не позволим, чтобы США использовали силу интернета и свои миллионы как средство пропаганды для разрушения умов нашей молодежи. Таким образом, если говорить о битве пропаганды в Северной Корее, мы контролируем поток информации, который поступает в страну. То, что вы говорите, это интересно. Есть культурные различия, которые надо понять изнутри, чтобы суметь их принять. Для меня было бы очень сложно жить без интернета. Может быть, это тоже своего рода отеческая опека государства, решающая, к чему можно иметь доступ, а к чему нет. Вы думаете, это что-то действительно обусловленное культурой? То есть у людей нет желания знать о чем-то за пределами Северной Кореи? Конечно, есть. Люди путешествуют. У нас тысячи людей работают и живут за границей. Недавно наша группа из 150 человек работала в Мексике. Кто-то в спорте, кто-то в археологической сфере и так далее. Мы этому не препятствуем. И люди в Северной Корее хотят и учатся. То, чего мы не хотим, так это, чтобы в страну попадал мусор. У нас страна свободная от наркотиков. В Испании, это хорошо известно, 50% молодежи регулярно потребляют наркотики, что означает разрушение нации, разрушение будущего. В Северной Корее дети не знают ни что такое героин, ни кокаин, ни гашиш. Они живут счастливо, и им не о чем переживать. И не только им. И лишь потом мы можем говорить о свободе. Свободе потреблять наркотики на улице, или свободе спокойно идти в 2 часа ночи по любой улице или по любому району Пхеньяна, зная, что вас не тронут. Это для нас свобода. Это наша концепция. Поэтому мы хотим сохранять интернет чистым. Я в особенности, потому что я был не только в Испании, но и во многих других странах мира. Я там был, и я видел искажения. Мы хотим, чтобы можно было приехать в место, где ты просто можешь жить, и где чувства и человеческие ценности преобладают над обществом потребления. Это что-то уникальное, по крайней мере, единственное, неважно, является ли оно коммунистическим или нет. Этот социальный аспект, это социальное чудо, можно сказать, человеческое чудо. Это то, что привлекает многих людей посетить нашу страну, даже когда они с ней не связаны политически. Они приезжают просто посмотреть, как развивается общество, которое не является частью глобального мира в этом аспекте. Субтитры создавал DimaTorzok